Какое самое главное качество требуется в суровом мире, где всё идёт не так, как ты хочешь? Конечно же, непоколебимый оптимизм. Именно с таким настроем я погрузился в игру RimWorld. Я возглавил группу из трёх бедолаг, оказавшихся на недружелюбной планете. Под моим руководством они построят неприступную колонию, где их жизнь станет настоящим раем. Даже несмотря на диких медведей, кровожадного маньяка, чокнутых крыс? Что? Окей, кажется, мой непоколебимый оптимизм только что пошатнулся. Удачи вам, ребята! Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами играем по многочисленным просьбам, которые уже вот просто несколько лет подряд многие из вас просят меня поиграть в RimWorld. И я подумал, почему бы и нет, давайте попробуем сделать это вместе с вами. Надеюсь, нам будет весело. Понеслась! Так как я играю первый раз, а в этой игре очень много нюансов, давайте начнём с самого простого базового режима. Аварийная посадка. Теперь игра предлагает нам выбрать ИИ-рассказчика. То есть это какой-то рассказчик, который будет подлянки нам, судя по всему, всякие устраивать. Я выберу Рэнди-случай, так как я видел его на картинках с игрой, поэтому я его и выберу. Рэнди не следует правилам. Он будет создавать случайные события и его не волнуют. Сделать ли они историю триумфальной или же полное отчаяние? Всё, это прекрасный выбор. Рэнди, ты мой чувак, мой наратор. И, наверное, режим приключенческий рассказ мы выберем, так как это первое прохождение наше. Но очень хочется выбрать проигрывать, это весело. Потому что проигрывать реально весело. Ведь максимальное удовольствие можно получить только выпутавшись из безнадёжной ситуации. Окей, приключенческий рассказ, значит, мы выбираем. Всё равно я просру в первые же 15 минут. А может быть и нет. Сейчас мы его назовём. Если ад и существует, то он тут. Создать. Окей, вот она наша планета. Я, как мудрый человек, прошёл немножечко обучения. Ну, там, базовые такие вещи. И мне сказали, что лучше всего строиться на све... О, смотрите, можем крутить. Этому меня не учили. Лучше всего строиться на светло-зелёных участках. Я вижу, что здесь обитает воинственное племя. Но я не думаю, что оно будет сильно нам досаждать. Далее. Опа, создание персонажей. Это всё напоминает Oxygen Not Included. Если вы не видели эти прекрасные видосы, они вот здесь ждут вас. Там их очень много. Уверен, вы кайфанёте. Как и кайфанёте при просмотре этого видоса. Я надеюсь. Из выбранных у нас есть Оливия Пиклджин. Юный музыкант и куртизанка. Глеб Эриксон. И погонял у него Глеб. Беженец-предприниматель. И Надежда Бартон Бартон. Они не запаривались вообще с именами, походу. А вот мы сейчас запариваться будем. В смысле, запоримся с ними. Потому что как только я выберу подходящих кандидатов на гибель, я назову их так, что они будут рады по гибели. Давайте рассуждать. Первое, что нам нужно, у нас всего три человека. Значит, нам нужен кулинар, строитель и тот, кто сражается. Вот Оливия Пикл нам совсем не нужна. Да, у неё хорошее общение, но она ни готовить не умеет, ни строить, ни выращивать, ничего не умеет. Заменить. Болезненный мальчик Жека. Следующий. Вот, Аркадий Шорти Баутиста. Он беженец в детстве был. Это даёт ему кулинарию плюс два и ремесло. Но он ещё и домохозяин. А значит, кулинария три и плюс два ремесло. А ещё и медицина подходит. И ему 53 года. В принципе, нам нужен мудрый человек в колонии. Я бы даже сказал, что это необходимо для того, кто умеет хорошо готовить. И тот, кто умеет лечить. Возраст, как-то, знаете, придаёт уверенности в том, что он знает, что делает. Поэтому Аркадий. Давайте назовём его по-русски. Аркадий. Аркадий по кличке Док. Он ещё не только доктор, он ещё и готовит. Доккук. И ещё он ремеслом занимается. Рем. Ну, как бы, погонял его же дают всегда, исходя из того, что человек из себя представляет. Доккукрем. В принципе, это всё, что нужно о нём знать. Имя не важно. Я выбрал своих колонистов. Доккукрем. Надежда Бартон. И хоть ей 77 лет, она ещё и 100 лет проживёт дополнительно. Мы ещё успеем от неё устать. Но она земледелец. И звать её будет Надежда Бартон. И ещё молодой 30-летний дитя мафиози. Тот, кто будет оборонять нашу базу. А, это женщина. Это даже интереснее. Эри Дайвер Рикс. Нет, неподходящее имя. Для такой внушающей страх девушки нужно какое-нибудь имя. Чтоб на контрасте было. Чтоб её звали очень мило. Настя. Аня. Нет, ещё милее. Пуся. Пуся Пипа. Пуся Пипа Пони. Начать игру. Вы трое проснулись в своих саркофагах криптосна под звук сирены скрежет металла. Едва вы успели добраться до спасательных капсул, как корабль развалился на части. Некоторое время спустя вы приземлились на неизвестную вам планету. Под звездопадом из обломков корабля вы начинаете строить планы по выживанию. Вот они. Вот они капсулы. Всё, мы высадили. О, с нами лошадь. Безногая лошадь. Это такая фишка игры. Тут все безногие. Вот мы здесь предоставлены сами себе. Посмотрите, как много всего вокруг. Итак, вспоминаем, что мы хотим сделать. В первую очередь нужно сделать склад. Место, где будут храниться ресурсы. Давайте. Да прям под ресурсами. Чё уж там. Так, давайте собираем все вот эти ресы. Смотрите, как много ресурсов разбросалось вокруг. Их всех надо подобрать. Разрешить брать. О, черепашка. О, индюшка. И какие-то кабаны. Это кабаны? Кабаниха. Кабан. Кабаниха. Блин, так с ходу и не отличишь, кто из них кабан, а кто кабаниха. Забавно, что самый молодой член нашей колонии это конь. Ему 16 лет. Дышит свежим воздухом. Это то, что он делает. Это то, для чего мы его, в принципе, взяли к нам в команду. Мне так кажется, что в первую очередь нам нужно сделать место, где мы будем спать. Как выбрать наилучшее место? Наверное, рядом с нашим складом. Поэтому делаем вот так. Стены из дерева. Вот такая вот небольшая будет комнатушка. И вот здесь будет дверь. Колония, считай, построена. Теперь осталось сделать так, чтобы мой народ был там счастлив. А значит, я поставлю им всем сейчас по компу, чтобы они вместе рубились в самый народный шутер Warface. Это динамичный и зубодробильный шутер, который уже 11 лет выкачивает адреналин из миллионов игроков по всему миру, как с захватывающими PvE-миссиями, с проработанным сюжетом, который погружает тебя в разные уголки планеты, так и своими улетными PvP-боями с 10 различными режимами. От классических и экспериментальных до киберспортивных турниров с крупными многомиллионными призовыми. Регулярные обновления, новые сезоны и тематические ивенты не оставят равнодушными даже самых бывалых игроков. А новички смогут впервые насладиться современной графикой. Истечь жленой от более 300 единиц реалистичных пушек для пяти игровых классов со своими уникальными особенностями. Хайфануть от того, что в Warface встретить читеров практически нереально, благодаря регулярно обновляющемуся античиту. А самое главное, если ты впервые играешь в Warface, то по ссылке в описании тебя ждут шикарные бонусы, которые позволят тебе играть наравне с ветеранами. Играл в Warface раньше? Для тебя тоже есть бонус? Оцени, как изменилась игра и подготовься к большому празднованию 11-летия Warface, которое начнется 12 апреля. Все подробности в описании. Опа, и сразу можем кровать в пиндюре. Давайте сделаем роскошную кинг-сайз кровать. И одноместную кровать для лузера. О, еще нужно спальное место для животных. У нас ведь конь есть. Надо, чтобы он спал с нами вместе. Будет спать рядом с чуваком на одноместной кровати. Потом факел, чтобы было, конечно же, светло и приятно. И романтично. Ребят, за дело. Пора строить. Вот, умница, взял. Кто-то должен вырубать деревья. Срубить. Партон начала вырубку. А Пипа занимается стройкой. Доку-крем делает... Гуляет. Он делает гуляние. О, неужели решился взять ресурсы и сложить их? А это нормально, что мы складываем ресурсы вот так вот под открытым небом? Может, как-то это стоит? Конечно же стоит. И причем нужно хранить это в очень защищенном месте. Поэтому делаем стену из стали. И строим вокруг. Вот такой большой склад. Дверь из стали. Будет вот здесь. Чтобы сразу было легко к складу пройти из спальни. Куда? Пипа. Пипа, ты куда пошла? Гуляет. В смысле гуляет? Какого фига ты гуляешь? Ну-ка быстро строить. Вот. Мы сделаем так, что вот это все склад будет. О, все теперь знают, что такое склад. О, смотрите. Пипа строит крышу. Правильно, Пипа. А что у нас по металлу? Сколько его? Смотрите, у нас и серебра дофига. Нужно было делать серебряную стену. Ведь можно, да, сделать... Блин. А как-то заменить? Я думаю, потом сделаем. Тем временем вечереет. Надо еще факел на складе поставить. Чтобы было светло, вот. А какого фига деревья на складе? Почему вообще у нас нету пола? Мы спим на земле. И почему никто не строит эту гребаную кровать? Оу, мы не сможем сделать роскошную кровать. Потому что нужно золото. У нас нет золота. Ладно, я, видимо, лишканул. Вот, двойная кровать из серебра. Ладно, хрен с ним. Не золото, так серебро. В итоге доку Крем, Бартон спят на складе. А Пипа, как глава мафии, спит у себя в роскошном номере. Нехорошо как-то это все. Ночень, придется потерпеть. Я знаю, что нам нужно сделать. Столовую. Она будет вот такая большая, красивая. И чтобы все в нее входили через спальню. О, второй день настал. Бартон, ты что тут? Ты что стоишь? Наблюдает за обломками. И довольна этим. Какими обломками? Тут медведь рядом. Ты что стоишь здесь? Все, решила пойти. Молодец. Почему она в каске? О, знаете что? Нам нужно распределить оружие между этими ребятами. Тут есть револьвер, который норм. Нормальный револьвер. Нормальное такое ружье. И нож. Я думаю, Пиппе нужно взять винтовку, как самый крутой. Вооружиться. Докукрем, будучи врачом, наверняка хорошо работает с лезвиями. Значит, невозможно, потому что он... Черт, он не может причинять насилие. А, хорошо. Бартон, ты-то можешь причинять? Молодец. Ладно, один мирный человек нужен. Не знаю, зачем он нужен, особенно на первых порах. А что ж, давайте построим твердотопливная плита. Нужно всего лишь 80 стали. Прекрасно. Ставим его сюда. И классный... Мы прям очень классный стол впихнем. И стулья. Чтоб ребят сидели, кушали. Ад. Мне нравится. Ну, конечно же, это все должно быть при освещении. Вот так. Раз, два, три. Медведь! Медведь! Стоп! Чш-чш-чш. Медведь напал! Док Кукрем, беги! Охотится? Кто будет охотиться? Тихо! Убьют сейчас! Я забыл, как сражаться. К бою! Идти сюда! Такая цель потом. Сейчас Док Кукрем сдохнет. Бартон! К бою! Стрелять по усмотрению, конечно же. А, вот. Я нажал, чтобы револьвером вот сюда ткнули. Отлично. Пипа тоже самое. Будешь стрелять. Ну что, давай попробуем. Док, как с тобой-то быть? Значит, давайте к бою. И типа... Да, вот сюда его пошлем. Попробуем. Просто сдох. А, нет, он просто упал. Он сейчас жив. Второй медведь! Я даже не знаю, стоит ли моих ребят сюда слать. Я не ожидал, что будет второй медведь. Что вы здесь стоите? Блин, вот так вот внезапно. Мы лишились нашего доктора. Бартон, иди сюда. И Пипа тоже, иди сюда. Давайте подумаем, стоит ли нам сейчас убивать этих медведей? Ну, и потому что... Точнее, стоит ли нам посылать своих людей на суицидальную миссию? Я думаю, что... Нет, распуск, все. Идите, занимайтесь своими делами, пожалуйста. Вообще, не выходите из колонии. Ой, как обидно. На сухой паёк обронил чувак. Он что, шёл за сухим пайком? Или это у него был уже? Бартон, зачем? Вот зачем ты идёшь сюда? Лучше иди обратно, да? Умница. Так, что у нас по работе? Бартон должен быть тоже назначен на строительство. Вот, всё. Чтобы занимался строительством. Это что такое? Металлолом. А что он здесь лежит? Медведь опасно близко к нашей территории. Стоп, а где мой конь? Где мой грёбаный конь? Давно его нет. Конь? Скажите, что это он. Это он дышит свежим воздухом. Смотрите, есть кнопка отпустить на волю. По-моему, он вот так себе фривольно гуляет. Не знаю, к чему эти формальности. Способность к обучению отсутствует у него. Это абсолютно бесполезный конь. Может, забить его? Не хочу. Как там его призвать? Стоит ли его призывать? Мне кажется, у него больше шансов на выживание вот здесь, а не у нас. Налёт. Что? Враждебные пираты из фракции Бомбонархия расположились поблизости. Что? Перейти к месту. Тимофей! Тимофей идёт в атаку! Он очень, очень близко. Как там обучала нас игра? Надо где-то здесь построить баррикады. Как-то так, что ли? Типа того. Не получилось построить. В смысле не получилось построить? И забил строить. Какого хрена ты забил? Стоп, нужен загон. А, наш конь притусовался к инопланетным коням. Я не знаю, что это. Или верблюды инопланетные. Но он вписался, я думаю. Вписался. Вообще не скажешь, что он лишний здесь. Он лишний в нашей колонии. Ладно, загон мы ему ещё сделаем. Он придёт, когда я сделаю загон. Он такой, вот сделаешь загон, Евгений? Тогда я приду. До тех пор, ноги мои, копыта моего здесь не будет. Так, Тимофей как там? Тимофей? Где Тимофей? Где пират Тимофей? Он был здесь. Вон он. Ой, блин. Он, кажется, идёт. По кровам ночи гнида хочет, да? Вылезти и напасть. Нас древесины не хватает. Кто-то должен срубить. Нет, отменить срубить. Медведь ходит. Господи, с одной стороны Тимофей, с другой медведь. Не удивлюсь, если его тоже зовут Тимофей. Нет, его зовут медведь. Он подошёл прям вплотную. Пипа, будь осторожна. Пипа, стой. Так, всё нормально. Она пошла строить баррикады. Против Тимофея, который ещё подбирается ближе. Бартон уснул. Ладно, давайте отменим шикарную кровать. Построим обычную, чтобы Бартону было где спать. Вот, кровать. Утром проснётся и будет ставить. Молодец. Пипа умница. Просто вообще красава. Где Тимофей? Вот он ходит. Увидел, что мы построили баррикады. И всё такое. Нет, нет. С этим мне не справиться точно. Медведь черт... О, медведь уснул. Это идеальная ситуация. Во-первых, я бы хотел, мне кажется, было бы грамотно сделать ловушку для медведя. Как бы её вот здесь. Слушайте, да. Мне кажется, вот здесь самое то. Вот так поставить ловушку. Раз. И ловушку два. Хана медведю. Мы его приманим. Чем ты занимаешься? Медитирует. Ладно. Риск серьёзного нервного срыва. У кого? Ты ж медитировала, Пипа. Чё не так с тобой? Проверьте вкладку нужды, чтобы понять. Знал бы я, где эта чёртова вкладка. А, вот она, нужды. Во-первых, умер поселенец. Один из лучших, по её мнению. Это её сильно бесит. Она промокла. Что ей тоже не нравится. Ела на земле. Умер сын. Докукрем был её сыном. Я этого не знал. Мне этого не сказали. Где это было написано? А чё ты не следишь за своим сыном? И погоди. Каким образом это был твой сын, если он старше тебя? Лет так на 20 был. Может она его усыновила? Я не знаю, что происходит в этой игре. Ну и в целом у неё просто уныние. И ужасная спальня. Моя спальня ужасна. И это настроение у неё истечёт через 5 часов. Через 5 часов она будет думать, что эта спальня отпадная. Я знаю, почему она ужасная. Потому что я отменил проект роскошной кровати. Ну, блин. Всё-таки её больше как-то расстраивает, что сын умер. Я не знаю, что мне надо делать с этим. Смерть сына я никак не компенсирую. Только кроватью роскошной. Ужасная спальня сама по себе истечёт. Ело на земле. Мы сейчас это исправим. Так что всё, никакого нервного срыва не будет. Всё окей, всё хорошо. Пожар? Чё? Какой пожар? Где нахрен пожар? Тимофей! Тимофей! Стой! Какой пожар? Где пожар? Не было пожара. Он, наверное, из ливенина затушил его. Стоп, ребята. Я всё понимаю, но тут Тимофей. Он пришёл как-то не вовремя. Готовы ли вы сражаться с Тимофеем? Стой, стой, стой. Идите сюда. Обманите. Ой! Тимофей зашёл поспать у нас в хате. Ну, естественно. Он ломает кровать. В упор. Вы чё в упор стреляете? Атаковать пушками? Тимофей убил Бартона. Он его ранил. Ну чё за говно? Выходи, Пипа. Выходи, я тебя прошу. Что ты делаешь? Тимофей с Бартоном? Куда он его тащит? Стоп, он куда-то тащит его. Это шанс. Я не знаю, что делать. Стрелять Тимофея. Хорошо, он сломал. Разбудить медведя, чтобы Тимофей сдох. Стрелять Тимофея. Пиу! Давай. Охрененный выстрел. Лучший выстрел. Куда ты забираешь моего чувака? Стреляй, стреляй. Умница, давай. Не попади в Бартона. Иди ближе, иди сюда ближе. Вот так. Целься в Тимофея. Ещё разок. Ещё разок. Он несёт его к медведям. Какой изощрённый Тимофей. Он хочет, чтобы его медведи убили. Это типа прикол такой у них. Блин, даже если спасу сейчас Бартона. Я попал, кстати говоря. Даже если спасу Бартона, его убьёт медведь. Чёрт. Стой, стой, стой. Медведь испугался и убежал. Невозможно лечить. Поселенец никогда не будет лечить. Чёрт. Она никогда не будет, чёрт подери, лечить. Захватить для культа. Стрелять. Раздеть дитя культа. А, не для культа. Дитя культа. Чё, дитя? Дитя культа, да. Застрелять. Надо его добить. Молодец, добивай. Я не знаю, что с Бартоном делать. Выживет он или нет. Но это риск серьёзного срыва нервного. Кстати, как сделать так, чтобы было больше людей в поселении? Так, всё, кажется, он сдох. Съесть Тимофея? Нет, я не буду есть Тимофея. Надеть штаны. Вот штаны нормальные я надену. Вот какая-то нормальная. С нормальными штанами. Взять Бартона. Давайте его отнесём под крышу. Ой, я не ожидал. Как там... Ой, ёлки зелёный. Сейчас у него будет нервный срыв. Погоди, Бартон ещё не умер. Всё будет хорошо. Как же так? Как же так? Я не был готов. Всё, давайте. Роспуск. Всё, бросай Бартона. А теперь занимайся делами. Умоляю тебя. Занимайся. Она есть сухой паёк. Блин, с земли. Но это ей не нравится. Явно. Спит в раздолбанной кровати. Ещё дует. Козы прибиваются к поселению. Какие ещё козы? Вам забрели брошенные или потерянные козы. Они, видимо, привычны к людям. И поэтому прибиваются к вашему поселению. Козы это молоко. Да? Надеюсь, это... А, это козёл. От него молока вряд ли добьёшься. Хотя мы упорные люди. Смотрите, Бартон спит. Шока и его нужда. Но у него прекрасное настроение, прикиньте. Вот, Пипа, учись. Настроение прекрасное. Но он сильно надоедает. Кому? Мне? Вам? Средняя боль увидела труп. А это же она, господи. Неудобно, оптимизм. Она оптимист. Вот чё. Вот это хорошо. Это классно. Пусть Пипа поспит. Придёт в чувство. Сейчас будет всё нормально. Всё получится. Давайте нажмём спасти. Невозможно спасти недоступных свободных кроватей для поселенца. Работать над кроватью из стали. Какая сталь? Бери кровать из стали. Стоп. Мебель. Погодите, мы можем сделать только кровать из стали? Ладно. Кровать из стали, так из стали. А это кровать из дерева. У меня идея. Так, погодите. Хоп. Построить копию. Вот так. Но недостаточно дерева на складе. Сейчас мы это сделаем. Во-первых, нужно срубить обязательно. Вот это дерево срубить. У Пипы много работы. Я надеюсь, Бартон выживет. Я надеюсь, она дотянет до того, как мы построим кровать. Но Пипа всё ещё спит. Долго она будет спать? Всё, она встала. Оу. Стой, куда ты пошла? Чё она пошла? Чё она делает? У неё душевное состояние растерянность. Может, ты пойдёшь поработаешь? Там медведь, Пипа. Не ходи туда, там медведь. Почему ты стоишь? Как заставить её строить? Она сломлена. Короче, придётся назначить все задания ей. Козёл забежал. И лёг. Лёг на место для животных. Всё, у нас есть домашний козёл. Пипа. Пожалуйста. Куда ты идёшь? Что у неё в руках? Что это за красная штука? А, это рана. Пипа, сруби дерево. Твою мать. Войну. Я ничего не могу сделать. Остаётся только надеяться, что Пипа не пойдёт туда, где ходят медведи. Где, кстати, они? Вот за камнями спит. И что Бартон как-то очухается. Или что козёл эволюционирует, может быть, и начнёт всё делать за нас. Слушайте, кажется, Пипа пошла дышать воздухом, как и конь. Слушайте, но её нужды как-то... Настроение улучшается. Погодите. Кажется, она приходит в себя. Сейчас она немножко подышит. Такая насладится природой. Помедитирует, может быть, ещё немножко. И тогда вернётся помогать Бартону и козлу. Так, какие нужды у козла? Сытость, сон. Что ещё козлу надо? Больше ничего. А где мой конь? Тинман, вот он спит. Какие нужды у него? Никаких. Всё то же самое. И Пипа уже рядом с ним. Она сейчас воссоединится со своим конём. И они ускачут. Сумасшедшие куда-нибудь за пределы карты. Это история Пипы. Она бродила бесцельно по лугам. С розами в руках. Конечно же, это не роза, а дырки в её теле. Кровавые. Точно такая же розочка у Бартона. Ну, в общем, бродила она бесцельно. А Евгений сидел и не знал, что ему делать. Мой козлик бегает. Козёл номер один. Это его имя. Козёл номер один. Прекрасное имя. А можно поменять? Мне просто интересно. Да даже если и можно, кто бы стал менять такое прекрасное имя? Возможно, сам козёл. Но он здесь не хозяин. Бартон, просыпайся. Очень надо бы, чтобы ты бы проснулась. Блин, я построил такую классную баррикаду. Она металлическая. Устрашающая. Но чё-то не задалось. А что если я нажму забить козла? Просто ради эксперимента. Может быть, Пипа очухается? Охотничьи инстинкты должны проснуться в ней. Пипа. Какой-то медведь. Нет ранений. Это радует. Он сейчас зайдёт в нашу колонию. Заходи, медведь, посмотри. Тут есть ловушки воображаемые. Так что, берегись. Смотрите, он идёт прямо в сторону Пипы. Такое ощущение, как будто он её учуял. Что? Где-то здесь бурлёт сумасшедшая женщина. Я должен её выследить. А, нет, это козёл пахнет так. Хотя нет, стойте, погодите. Блин, она сейчас к нему придёт. Я тебя прошу, ты же... Ты же мафиози. Ты должна быть стойкой. Но для мафиози смерть сына, пусть который на 20 лет старше её, это трагедия. Кто будет продолжать дело всей его жизни? Кто будет вести этот... Клан? Ну, стоп, давайте назначим владельца. Может быть, если мы назначим, что теперь это... Это Бартон спит здесь. Может, он доползёт? Надо было изначально это сделать, когда Пипа ещё была в сознании и несла его. Ой, блин, она бы сейчас его вылечила. Всё, это ещё и медкровать. Она теперь лечит. Она лечит Бартона. О, её можно сделать для пленников? А чё Пипа лежит? Спит прямо возле Мишки. Почему Мишка её не трогает? У неё настроение что-то сильно упало. О, она проснулась. Пипа, я тебе аж... Пипа, 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 Пипа. Давайте ускорим время и посмотрим, что происходит со здоровьем нашего друга Бартона. У неё прекрасное зрение и слух, и дыхание. И пищеварение, и кровообращение, и фильтрация крови. Вообще всё идеально. Значит, она... Стой, 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 Пипа пришла. Погодите. Пипа пришла. Зачем? Или чё? Пипа пришла только за едой. Вот скотина знает, где похавать. А работать кто будет? Легла на кровать. Лечебную, погодите. Чё-то у неё настроение постоянно... Вот эта шкала меняется. Сейчас, возможно, оно пойдёт наверх. О, как пойдёт. Смотрите, сон. Видите? Вот. Прибавляет что-то. Я не знаю, что происходит. Мы всё ещё не можем её управлять, если что. Но это... Это признак хороший. Точнее, маленький такой намёк, что, может быть, всё наладится. Смотрите, пошло наверх. Пошло наверх. Давай. Давай, Пипа. Становись лучше. Становись. Работай над собой. Ай, молодец. Взгляни на черепашку. Порадуйся. Приди в себя. Пожалуйста, Пипа. Спасибо, Бартона. Какого дьявола? Что это за звук был? Что происходит? Крыса сходит с ума. Крыса сходит с ума. Какое нам дело, что крыса сходит с ума? Что это значит? Или она бежит нас убивать? Она, по-моему, она бежит на Пипу. Пипа, сражайся. Пипа, сражайся. Нет. Нет, крыса. Грёбаная крыса сейчас её вынесет. Уклонение. Молодец, Пипа. Уклоняйся от крыса. Почему ты не сражаешься? Оно того не стоит. Оно того не стоит. Убей. Убей крысу. Да. Она взяла оружие. Пожалуйста, Пипа, твою мать. Охотиться на крысу. Я не знаю, что делать. Давай, стреляй. Грёбаную крысу. Да, пожалуйста. Пипка. Пипка. Куда она собирается идти? Чёрт, меня бери. Стоп. Что у неё? Крыса покусала её в ухо, в нос, в шею. Стоп, она встала. Где эта крыса чёртова? Вы хотите сказать, что Пипа пришла в себя? Спасти Бартона. Требовалось, чтобы крыса откусила ей ухо, шею укусила в глаз левый-правый, чтобы Пипа пришла в себя. Теперь она смертельно заболела. Она успела Бартона переложить. Так, убедитесь, что Бартон получает самый лучший врачебный уход. Блин, наилучший, я бы сказал. Это кровать. И поддержка козла, который что делает? Кровь разбрасывает. И что за сатанинский козёл? Хорошо, и Пипе нужна помощь. Ладно, сейчас. Пипа, жди. Бартон вылечивается. Скоро, скоро, скоро. Что? Найт? Что это? Кто это? Кто такой Найт? Найт. У нас есть некий Найт, стал членом нашей команды. И тоже он присмерть. Просто заспаунился какой-то грёбаный полутруп. А конь всё ещё дышит свежим воздухом. Есть такое ощущение, что игра начала играть сама в себя. А я просто смотрю. Я в режиме автоплея. Блин, он и с аптечкой. И с простым блюдом пришёл, и с револьвером. Господи, очень полезный чувак. Стоп. Пипа дайд. Да? Она сдохла? Незнакомец в чёрном. Скоро сдохнет тоже. Я угораю с этого. Как так? Какого хрена к нам пришёл незнакомец полудохлый? Но есть шанс, что Бартон сейчас всё порешает. Пожалуйста, порешай. Не знаю, как это ты будешь делать. Видите, стрелочка показывает вот сюда, к медикаментам. А, нет, она показывает, что обоим нужна помощь. И оба тяжелобольны. Ладно, у нас все спят. А Пипа спит особенно крепко. Ускоряем время, посмотрим, что это даст нам. Стоп. Поселенцы либо мертвы, либо ушли. Конец. Бартон сдохла? Погодите. Вот же она. А, нет, она сдохла. Но знаете, одно радует. Что Тимофей тоже сдох. А Континман жив. Охренительная игра. Я думаю, у неё большой потенциал. Если вам понравилось, друзья, и хотите, чтобы я поиграл в неё ещё, накидайте кучу лайков, пишите в комментариях. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео по этой новой игре. Также не забывайте, что у меня есть второй канал с длинными прохождениями. Ссылка на него будет в описании. С вами был Юджин, друзья. Огромное всем спасибо. И, конечно же, петюля мощнейшая напоследок. Вы готовы? Раз, два, три и пять. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.